В начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящее время на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции с легким течением заболевания находятся 4 пациента. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 15 человек, контактных с заболевшими. Устававшие в стационаре Ненецкой окружной больницы койки для ковидных больных вновь заняты. В стационаре у нас сейчас находятся 2 пациента. Один средний, второй тяжелый. Возраст. С среднего возраста пациента, если не тяжелый по состоянию, до 30 лет. Старшего стационарного группы от 34 года рождения. Эпидемиологическую обстановку, складывающуюся на сегодняшний день, в округе обсудили на оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти. Представители здравоохранения связывают новую волну заболеваний с отпускниками, возвращающимися в округ из-за его пределов, и предлагают впускать домой либо вакцинированных, либо ПЦР-тестированных. Ну, вы же понимаете, что это ударит по кошелькам, по карману жителей. И нам либо надо тогда предложить, предложить какую-то очень доступную цену на ПЦР-тестирование, либо переложить плату за ПЦР-тестирование на работодателя. Есть только два варианта. А взять сейчас и так пригрузить жителей дополнительными расходами на ПЦР-тестирование, жителей, которые возвращаются из отпусков, я не готов. Обсудили также темпы вакцинации от коронавируса на территории региона. По словам Елены Левиной, прививки сделали более 40% человек от плана. Мы использовали уже порядка 50% вакцины, которая у плана поставлена. Глава региона поручил профильным ведомствам активизировать прививочную кампанию среди населения. Также на оперативном совещании говорили о соблюдении правил пожарной безопасности на природе. На прошлой неделе нам природа подарила буквально несколько дней, по-настоящему летних дней. И паводок отступил, и более того, удалось даже установить уже Куйский мост, восстановить движение на Красное. Но эта погода, она буквально выманила людей на природу. Люди поехали на пикники, и как следствие, теплая погода, пикники дали нам уже пожары. Действительно, у нас 18 и 21 мая произошло два природных пожара. Это возгорание сухой растительности в районе 2-3 километров от деревни Лабожская, муниципальное образование, Великовисочный сельсовет, и деревни Макарова, это Тельвисочный сельсовет. Пожар, возникший недалеко от деревни Лабожского, самостоятельно потух. А вот в районе деревни Макарова пришлось привлекать дополнительно силы и средства для его ликвидации. Хотелось бы обратиться к главам муниципальных образований, чтобы они провели дополнительно с населением работу по соблюдению требований и правил пожарной безопасности в весенний-летний период. Основная опасность состоит в том, что этот огонь может перекинуться на населённые пункты. Юрий Бездудный также поручил усилить информирование жителей о соблюдении правил пожарной безопасности на природе. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север».